Маленький городок во Владимирской области уже спал, когда у заведующего райпотребсоюзом зазвенел телефон. В трубке раздался взволнованный голос. Здравствуй, Иваныч. Так где он беспокоит? Выручай. Пришли мне, пожалуйста, срочно бутылочек пять хванчикары. Где я возьму ее? Хванчикару эту. Поскрепи у себя по всем сусекам, а хванчикару найди. Понимаешь, очень надо. Гость ко мне из Москвы едет. Может, вашему гостю какое-то другое вино подойдет? Шампанское есть очень хорошее. Или коньяк. Нет, Семенович. Он хванчикару любит, то пойми, что я. Понял. Все понял. Неужто он сам Сталин? Постараюсь. Разыщу непременно. Было ли это, или это просто легенда, об этом чуть позже. А сейчас самое главное. Главное на сегодня и на все времена. Чтобы армия была сильна, она должна обладать самым совершенным, самым новым, самым лучшим оружием на свете. Поэтому в особой цене всегда были люди, которые умели делать это оружие. Одним из таких великих оружейников был Василий Дегтярев. Стать оружейных дел мастером Василию Дегтяреву суждено было с детства. Ведь родился он в 1880 году в Туле, в городе и в семье потомственных оружейников. Воспитанием Василия в основном занимался его дед, Николай Миронович Дегтярев. Мальчик любил слушать дедовы рассказы о заводе, где издавна делали пистолеты и ружья. О славных мастерах, будто бы подковавших аглицкую блоху. А еще он любил наблюдать, как дед работает в своей домашней кузне. Когда Василий подрос, он стал деду помощником, качал кузнечные мехи, подавал инструменты. Но самым любимым делом было вместе с дедом обихаживать их маленький садик перед дому. Приходское училище Вася закончил с похвальным листом. Но о поступлении в гимназию не мог и мечтать. Семья большая, детей 8 душ, заработка отца едва хватает на пропитание. Вася старший, ему уже 11 лет, пора зарабатывать деньги. Приходское училище так и осталось единственным учебным заведением в жизни Дегтярева. Вместе с отцом он отправился на завод. «Будешь испытывать тентовочные пружины, – сказал мастер. – Смотри и запоминай. Аккуратно кладешь пружины в этот ящик, закрываешь крышку, накидываешь крюк и жмешь на рычаг. Потом достаешь пружины и проверяешь. Целые кладешь сюда, сломанные бросаешь на пол. Работа была несложной, но уже очень однообразной и скучной. А Вася так мечтал научиться настоящему оружейному делу. Он и механизм для проверки пружин, который рабочие прозвали шарманкой, хотел усовершенствовать. Но мастер его предложения отверг. Тоже мне изобретатель нашелся. И без того дел полно. Дома себе изобретай». Со временем Вася стали поручать более сложные и ответственные работы – сборку затвора и магазина. Но проявить себя как изобретатель Вася не мог. Его попытки сделать какие-либо усовершенствования к станкам возмущали инженеров. «Ты всего-то простой слесарь», – говорили ему, – «и в чужие дела не лезь». Переживая обиды, Вася все же твердо верил, что в будущем он обязательно станет изобретателем. Нет ничего хуже неизвестности. Почему так неожиданно, среди ночи, что случилось? Сталин мог бы вызвать меня в Кремль. Я же не раз бывал у него на приеме, докладывал о новом оружии. А теперь вдруг он едет ко мне сам. Почему? Зачем? В 901-м Василия призвали в армию и отправили в Араньян-Баум. Там он попал в опытную оружейную мастерскую при офицерской школе. Работа в этой мастерской стала для будущего конструктора хорошей практической школы. Здесь ему приходилось ремонтировать не только отечественное оружие, но и чинить автоматические пистолеты, которые офицеры привозили из-за границы. Благодаря этому Дегтяреву представилась возможность познакомиться с конструкциями новейшего оружия зарубежного производства. Василий легко разбирался в новых, даже совсем незнакомых ему системах и мог исправить любое повреждение. Скоро за ним закрепилась слава лучшего оружейного мастера. Там же он впервые увидел пулеметы. Солдаты называли их самоварами. Они годны лишь на то, чтобы пулями чайки пить. В 1905 году в арсенале русской армии было следующее стрелковое оружие. Трехлинейная винтовка системы Мосина, образца 1891 года с прицельной дальностью 1920 метров. И станковый пулемет системы «Максим». С началом русско-японской войны в России устремились зарубежные конструкторы, желавшие продать свои изобретения царскому правительству. Испытывали оружие на полигоне вблизи мастерской, где трудился Дегтярев. Когда случались поломки, иностранные конструкторы заходили в мастерскую, чтобы ликвидировать неисправности. Василий охотно брался им помочь. Он чинил их оружие, внимательно рассматривал каждую деталь. Даже тетрадку себе завел для записей и за рисунок. «Ты, Василий, поди профессором станешь», – подшучивали над ним друзья. Однажды в Аренбауме появился американский конструктор Браунинг. При испытаниях его автоматическая винтовка, которую он привез на продажу, отказала. Зайдя в мастерскую, он попытался сам исправить повреждения, но нервничал, и у него ничего не получалось. И тут на помощь ему пришел Василий. Русскому мастеру любопытно было познакомиться с новым изобретением Браунинга. А заодно хотелось и доказать, что наши работники не хуже иностранцев. Американец громко повторял «Олрайт, Олрайт». Дегтярев работал быстро, уверенно. Устранив неисправность, он, к удивлению Браунинга, сам собрал винтовку и щелкнутым затвором передал ее американцу. «Ну вот, готово», – улыбаясь сказал Василий. Довольный Браунинг пожал Дегтяреву руку и протянул ему несколько долларов. «Нет, не надо, я ничего не возьму». Браунинг, пораженный таким бескорыстием, поспешно удалился. «Вот чего стоит хваленное заграничное оружие», – рассуждал Василий. «Мы, русские, сможем сделать куда лучше. Винтовка должна быть и простой, и надежной». Ему хотелось самому изобрести автоматическую винтовку. После окончания военной службы Дегтярев остался работать в той же мастерской в качестве вольно-наемного слесаря. Там, в 1906 году, он познакомился с талантливым оружейным инженером Владимиром Федоровым. Федоров тогда задумал переделать винтовку Мосина в автоматическую. Разработал проект, чертежи. А для изготовления деталей выбрался в помощники лучшего слесаря мастерской Дегтярева. «Это же надо, винтовка будет стрелять, как пулемет. Вот здорово!» – удивился Василий. Все задания инженера Дегтярев выполнял точно и аккуратно. Хотя станки и инструменты мастерской были устаревшие, да и материалы чуть не лучшие, Василий всегда добивался высокого качества деталей. Но, несмотря на все усилия, стало ясно, что сделать из винтовки Мосина автомат невозможно. Но идея автоматического оружия увлекла Василия. Не пойму, что случилось. Я в чем-то виноват. Мы же с ним на днях разговаривали по телефону. Вроде бы все было хорошо. Но вот, кажется, едет. Нет. Показалось. Все тихо. В 1914 году Дегтярев и Федоров продолжили свои работы на оружейном заводе в городе Сестрорецке. Там было и лучшее оборудование, и лучшие условия труда. За долгое время работы с Федоровым Дегтярев многому научился. Это был уже не простой слесарь, выполняющий задания конструктора, а работник, относящийся к своему делу творчески. Нередко сам придумал упрощение деталей. Федоров поощрял его инициативу и ободрял. Ты, Василий, не стесняйся. Говори, что и где можно сделать проще и лучше. В 1914-м, в первые месяцы войны, русская армия из-за нехватки оружия оказалась в ужасном положении. Оружия катастрофически не хватало. С фронта приходили вести о том, что солдаты стреляют из одной винтовки по очереди. По ночам под огнем неприятеля собирает винтовки на поле боя. В 1914 году в арсенале русской армии было следующее стрелковое оружие. Винтовка Мосина, образца 1898 года. Карабин Бертье, образца 1890 года. Винтовка Винчестер, образца 1895 года. Револьвер Наган, образца 1895 года. Пистолет Браунинг, образца 1903 года. Дегтярев все чаще думал, что пора ему самому заняться созданием нового оружия. Автоматическое ружье, которое отвечало бы задачам современного боя, было для армии просто необходимым. И он решил сконструировать легкий маневренный автоматический карабин. Он хотел отказаться от общепринятой в те годы системы автоматического оружия с подвижным стволом и разработать собственную систему. В докладной записке начальнику Шестроярского завода Дегтярев просил разрешить им работать над карабином во внеурочное время. Но начальник расширепел. Теперь война. Извольте делать обыкновенные винтовки, чтобы я больше не слышал ни о каких карабинах. Однако Дегтярев не отступил. Стал работать дома, по ночам, на старом дедовом станке. Откуда только силы брались. И вот, наконец, давняя мечта сбылась. У него в руках новенький автоматический карабин его собственной конструкции. Однако внедрить его в производство тогда не удалось. События 1917 года круто изменили его планы. В начале войны. В начале 1918 года Федорова и Дегтярева направили на недостроенный оружейный завод в городе Коврове. Старый хозяин датчанин и все иностранные специалисты сбежали. В цехах оставалось около сотни рабочих. Федора выбрали директором завода, а Дегтярев стал руководить опытной мастерской. Со временем эта мастерская превратилась в первое в Советском Союзе оружейное конструкторское бюро. В 1923 году, когда работа завода была налажена, у Дегтярева появилась возможность заняться конструированием. Он мечтал сделать ручной пулемет. Поддержка пришла неожиданно. Федорова и Дегтярева вызвал к себе для беседы нарком Фрунзе. К удивлению Дегтярева, Фрунзе заговорил именно о пулемете. И началась напряженная работа. Расчеты и чертежи помогали ему делать инженеры конструкторского бюро, а макеты из дерева и каждую деталь пулемета Василий Алексеевич вытачивал сам, своими руками. Но как бы Дегтярев напряженно не работал, он всегда находил время для любимого занятия разведения цветов. Собирал специальные книги, обменивался семенами и клубнями с другими цветоводами-любителями. Интересовался новыми сортами растений. В полисаднике перед домом, в котором жил по весне цвели пышные кусты махровой сирени. Он любил не только цветы. Он любил грибы, лес, любил рыбалку. Был нормальным человеком. Но, может быть, более чем любому другому нормальному человеку, это все было ему крайне необходимо. Оно освобождало душу от той тяжести, которая непременно сопутствовала его профессией. Ведь он делал оружие, предназначенное для того, чтобы убивать людей. Позднее осенью 1924 года на полигоне в Москве состоялись испытания пулемета Дегтярева. Одним из членов комиссии был Будённый. Дегтярев очень волновался. Поначалу все шло отлично. Пулемет работал без задержек, бил кучно. И вдруг замолчал, сломался боёк. Сказалось, плохое качество стали. Василий Алексеевич очень расстроился. Будённый поспешил его утешить. «Жалко, начало было хорошим», – сказал он. «Боёк – пустая поломка. Не горюй, мы ещё этим пулемётом всех врагов порубаем». Исправить? Нет. Дегтярев принялся за разработку новой модели. Он считал, что у пулемёта должно быть как можно меньше подвижных деталей, чтобы производство его было несложным. И добился этого. В феврале 1927-го пулемёт ДП «Дегтярев пехотный» блестяще выдержал все испытания и был принят на вооружение армии. Основные характеристики пулемёта ДП. Калибр – 7,62 мм. Масса без магазина – 8,5 кг. Масса с расстаряжённым магазином – 11,3 кг. Темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту, ёмкость магазина – 47 патронов. Оружейный завод в Коврове быстро наладил массовое производство. Годом позже на базе пулемёта ДП «Дегтярев» создал авиационный пулемёт «ДА». А ещё через год на вооружение армии поступил танковый пулемёт «ДТ». В 1929 году Дегтярев занялся конструированием пистолета-пулемёта. Через три года на конкурсных испытаниях его модель показала лучшие результаты. В 1935 году пистолет-пулемёт Дегтярева приняли на вооружение Красной армии. А всего через четыре года, в феврале 1939-го, они были сняты с вооружения как неперспективное. Почему явно совершенное, хорошее оружие не принималось? Почему идеи перевооружения вообще с таким трудом пробивались сквозь высшие слои руководства армии? Да потому что боялись, боялись репрессий. У всех на памяти была судьба маршала Тухачевского, ярого сторонника перевооружения. В 1937-м его объявили врагом народа и расстреляли. С мая 1937 года по сентябрь 1938 года были репрессированы. 401 из 456 командиров полков, 154 из 186 командующих дивизий, 50 из 57 командиров корпусов. Арестованы и расстреляны трое из пяти командармов первого ранга, 10 из 10 командармов второго ранга, трое из пяти маршалов – Тухачевский, Блюхер и Егоров. Горькие уроки войны с Финляндией 1939 года вернули руководство армии к реальности. В декабре того же года по указанию Главного военного совета массовое производство автоматов все же развернулось. И в январе 1940 года по становлениям Комитета обороны они были повторно приняты на вооружение. Слишком явным стало приближение Большой войны. Основные характеристики пистолета-пулемета ППД-40. Калибр 7,62 мм. Масса без патронов 3,63 кг. Масса с патронами 5,45 кг. Прицельная дальность 500 метров. Темп стрельбы 800 выстрелов в минуту. Емкость магазина 71 патрон. Первые месяцы Великой Отечественной войны главной ударной силой немецких войск были танки. Красная Армия не имела маневренных противотанковых средств. Их необходимо было создать в кратчайшие сроки. Дегтярев и его сотрудники принялись за разработку противотанкового ружья. Рассмотрели и проанализировали десятки конструкций оружия иностранного производства. Изучили и трофейное противотанковое ружье, доставленное из фронта. Оно походило скорее на пулемет или на мелкокалиберную пушку. Было громоздким, неуклюжим и тяжелым. Дегтярев продумал множество вариантов и нашел решение. И вот все части ружья воплощены в чертежи и можно приступить к изготовлению деталей. К станкам встали не только рабочие, но и сами инженеры и конструкторы. За три недели изготовили первые два образца. Конструкция получилась оригинальной и весьма простой. К тому же ружье было вдвое легче трофейного. Испытания показали, что ружье бьет метко и пробивает мощную броню. Комиссия Комитета обороны высоко оценила новое оружие. И уже 29 августа 1941 года однозарядное противотанковое ружье Дегтярева приняли на вооружение. Основные характеристики противотанкового ружья ПТРД. Калибр 14,5 миллиметра, масса 17,3 килограмма, масса пули 64 грамма, начальная скорость пули 1012 метров в секунду, бронепробиваемость на дистанции 300 метров 35 миллиметров. Уже через три месяца противотанковое ружье Дегтярева начали поступать в действующую армию. С фронта конструктору полетели письма от солдат. В газете «Красная звезда» появились рассказы бойцов под общим заголовком «Противотанковое ружье. Замечательное средство борьбы с немецкими танками». Осенью 1941 года гитлеровские танковые дивизии приблизились к Москве. Вот тогда-то в одной из октябрьских ночей в городе Коврове и могла состояться встреча с Сталином Викторевым. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Проходите, пожалуйста. Не суетись. Сядем. Нам надо много обсудить. Слушаю вас, товарищ Сталин. Я к тебе, Василий Алексеевич, по важному делу. Гитлеровцы рвутся к Москве. Мы и готовимся к мощному контрнаступлению. От тебя зависит очень много. Принимай срочный заказ. Противотанковое бронебойное ружье Дегтярева уже хорошо зарекомендовало себя в боях. Теперь перед Дегтяревым, перед руководством Ковровского завода, перед каждым инженерами-рабочим Сталин поставил задачу сделать все возможное, чтобы развернуть массовое производство и срочную поставку на фронт этих ружей. И коллектив завода выполнил эту задачу. Кто знает, чем закончилось бы сражение под Москвой в декабре 1941-го, если бы не противотанковые ружья Дегтярева. Всю войну Дегтярев напряженно работал над совершенствованием моделей своих пулеметов и ружей. Таков был этот великий мастер и не мог останавливаться. Надо ли говорить о том, какую роль сыграло оружие Дегтярева в Великой Отечественной войне? После победы он прожил всего 4 года. Ну и сегодня, 60 лет спустя, люди не просто помнят о нем, они несут его, его любимые цветы. Каждую весну в городе Коврове в маленьких палисадниках перед домами в шкверах и в парке расцветает сирень. Сирень это непростая, махровая. Этот особый шорт оставил на память горожанам страстный любитель цветов. Почетный гражданин города Василий Алексеевич Дегтярев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова